Сегодня актовый зал МГУ был переполнен. Там читал лекцию человек, которого уже называют легендой. В Москву приехал один из основателей компании Apple, Стив Возник. Его выступление состоялось в рамках Всероссийского фестиваля «Наука 0+,» одна из целей которого — привлечение молодежи. Наш коллега Александр Лякин послушал гостей из Кремниевой долины и пообщался с теми, кто в будущем, возможно, станет не менее знаменитым. Человек, который в одиночку спроектировал и собрал первый компьютер Apple. Стив Возник. Его лекция об искусственном интеллекте в МГУ стала сегодня центральным событием на фестивале науки. Специально ради этой лекции вход в главное здание МГУ сделали сегодня свободным. Но все желающие в актовый зал не поместились, поэтому на фасаде фундаментальной библиотеки МГУ установили большой экран. Здесь сотни людей. Несмотря на дождь, они собрались и слушают эту лекцию, потому что это действительно очень большое событие. Возник, который сделал компьютер простым и понятным обычному человеку, поделился парадоксальным наблюдением. Человечество очень рассчитывает, что технологии позволят нам работать меньше, больше времени уделять семье и саморазвитию. Но несмотря на информационный и компьютерный бум, несмотря на успешную роботизацию, современным людям приходится работать больше, чтобы обеспечивать свои семьи. И это не тема технологического прогресса, а вопрос того, как пользоваться его плодами, в том числе и при решении международных проблем. Я верю, что технологии помогут США и России стать друзьями, ведь они открывают возможности для коммуникации. Развитие науки и технологий идет такими темпами, что речь уже не просто о том, как применить их в жизни, но и о том, чтобы просто узнать об их существовании. И начинать это знакомство надо с детства. Я езжу сюда каждый год, потому что здесь каждый год интересно и есть что посмотреть. Мыло вот сейчас вот жду, пока у меня застынет. Электричество, я очень люблю всякие там штуки с электричеством, тут показывают. Марат Абдурахимов приехал с детьми на фестиваль науки Санкт-Петербурга. Дочь больше всего заинтересовала технологией отливки металла. Держи, держи, с жалом. Стоп, все, молодец. У нас ребенок старший выиграл конкурс работ научных и получил сюда путевку. Детям, наверное, больше какие-то эффектные вещи нравятся. Мне лично нравятся инженерные разработки, так как я работаю в этой области. И, конечно, сегодня никуда без роботов. Здесь они на каждом шагу. Можно сыграть в шахматы, можно чему-то научиться, а можно просто поболтать о жизни. Вики, кто тебя создал? Да. Кто тебя создал? Мне создала компания, а тебя? Меня? Мама. Одной из самых перспективных и уже работающих технологий называют 3D-печать. Некоторые считают, что в будущем 3D-принтеры будут стоять в каждой семье. И мы не будем покупать многие товары, а начнем скачивать программы и печатать вещи дома. Ну и, конечно, больше всего говорят о применении 3D-печати в медицине. Это уникальный, первый в мире космический биопринтер, который создан для того, чтобы печатать живые органы. Ученые пришли к выводу, что в космосе живые органы печатают гораздо легче, чем на Земле, потому что отсутствует гравитация. Без космической темы фестиваль науки, конечно, обойтись не мог. Что чувствует человек на орбите? Ощущается ли температура станции через перчатку скафандра? Как выглядят звезды с МКС? На все эти вопросы сегодня отвечали наши космонавты. Прямая связь между МГУ и МКС была установлена через Центр управления полетом. На фестивале мы впервые показали спутники Московского университета. И тогда это было как-то даже непривычно. Ну как, Московский университет делает спутники, а мы их уже шесть запустили. И сейчас летает не спутник, а станция весом 600 килограмм. Она сейчас сбрасывает информацию в Московский сет. Многие из участников фестиваля науки наверняка захотят ближе познакомиться с одним из лучших в стране научных и образовательных центров. Завтра, 8 октября, Московский государственный университет имени Ломоносова приглашает всех желающих на день открытых дверей. Все факультеты МГУ ждут гостей, которые смогут здесь выбрать свое направление в науке. Александр Лякин, Игорь Казаченко, Ольга Князева, Лариса Никитина, Первый канал.